17.04 в Москве. Начинаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Как всегда, будем обсуждать, как сделать деньги в России, искать незанятые ниши, интересные идеи и приглашать интересных собеседников. Итак, сегодняшняя тема – бизнес-системных интеграторов. Телефон прямого эфира 495 – это код города 6510996. Обсуждаем бизнес-системных интеграторов. Что же такое системная интеграция? Ну, как я это понимаю, это просто, скажем так, процесс, нацеленный на то, чтобы, скажем так, завершить какой-то проект, какую-то идею. То есть соединить программные продукты, аппаратные продукты и получить какой-то работающий механизм решения какой-либо задачи. Сегодня в студии со мной Георгий Генс, президент и владелец группы компании «Ланит». Ну, на самом деле, Георгия, наверное, даже представлять не надо, потому что человек очень известный, входит в 150 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, кандидат экономических наук, ну и, соответственно, основатель, основной владелец компании «Ланит», как я уже сказал. Георгий, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Добрый день, Георгий. Подскажите, пожалуйста, вот то, что я сказал по поводу соединения аппаратной части и программной, это похоже на правду или у вас какое-то другое определение, может быть, более, скажем так, полное и корректное? Ну, это отчасти правда. На самом деле, тут еще надо добавлять бизнес-процессы, тут еще надо добавлять навыки, технологии, нужно добавлять обучение персонала. То есть нужно, чтобы все это работало для решения конкретных бизнес-задач заказчика и чтобы получался конечный продукт. Причем речь идет не о том, чтобы что-то такое достраивать, а в том, чтобы в том числе строить что-то заново, и это тоже часто приходится делать. То есть нужно сделать какое-то, создать какое-то решение для какой-то задачи, скажем так. И системная интеграция – это некий процесс, который позволяет этого решения достичь. То есть есть какие-то бизнес-задачи у заказчика, и требуется эти задачи решать с помощью информационных технологий. Это и аппаратные средства, и программные средства, и технологии, и обучение персонала, и способы, как это все использовать, как достигать задач. Ну, в общем, собственно, мы все сказали. То есть если вот так обобщать, можно сказать, что это некая суть IT-бизнеса. То есть системная интеграция – это все, что можно сделать с IT-технологиями. Ну, это то, как можно IT-технологии использовать для конкретных бизнес-задач. Но, в принципе, мы понимаем, что IT-технологии – это и игры, это и обучение, это и многие другие, там, и телевидение, это и управление автомобилем. Ну, управление автомобилем вряд ли надо задать бизнес-задач, хотя тоже. Ну, задача, но не всегда бизнес. Хорошо, мы традиционно начинаем нашу программу с обсуждения текущих бизнес-новостей. И, наверное, все то, о чем сейчас пишут в журналах и газетах, в основном здесь обсуждается приезд господина Цукерберга в Россию и встреча с Дмитрием Медведевым, которая произошла сегодня. Ну, и, собственно, как раз на эту тему высказался ваш коллега из IBS, Анатолий Карачинский. Вот он сказал, что в последнее время количество российских программистов, некоторое количество российских программистов получили приглашение на собеседование в Facebook с товарищем Цукербергом. И те, кто сходил, рассказали, что им предложили работу и немедленную эвакуацию в Америку. А также он пишет, что последний раз такую откровенную операцию по массовому вывозу наших программистов предпринял Microsoft в 1998 году, когда случился российский кризис. Как вы считаете, действительно это проблема? И действительно ли вот так вот откровенно Марк Цукерберг встречей с российскими официальными лицами, скажем так, несколько легитимизировал этот процесс? Ну, во-первых, если говорить про то, что люди встречаются лично с ним, то вряд ли много таких людей есть. То есть, если говорить про там нашу компанию, то ни в 1998 году с Microsoft, ни сейчас с Цукербергом я никаких специальных проблем не видел. В то же время, если это происходит, то это неприятная история. На мой взгляд, любое переманивание IT-специалистов – это большая проблема, потому что специалистов не хватает, и этих специалистов воспитывают внутри компании. Не то, что это… Они вместе создаются коллективы, вместе делают, решают какие-то задачи. Компании нормальные довольно много инвестируют в то, чтобы этих специалистов обучать, в то, чтобы они владели всеми технологиями. Поэтому, когда просто кто-то, кто ничего не инвестировал, просто предлагает чуть больше денег, и к нему переходят специалисты – это большая потеря. В итоге это останавливает от того, чтобы инвестировать самому. Поэтому, если идет переманивание, эта история неприятная. На мой взгляд, лучше взращивать кадры самим. Но, если сказать про то, что заметил ли я это каким-то образом, я специально уточнял у нашей службы персонала, мы этого не заметили. То есть, из Ланита никого не забрали? Из Ланита никого не забрали. Но, с другой стороны, процесс-то, на самом деле, достаточно рыночный, по сути. Люди идут туда, где лучше, где платят больше денег, где лучше условия. В этом плане довольно сложно, конечно, жаловаться на Facebook или на какие-то другие компании высокотехнологичного сектора, такие, как Google, просто потому, что… Ну, а что мешает нам здесь, в России, делать какие-то более привлекательные условия, чтобы, наоборот, американские программисты, американские головы шли к нам. Но, тем не менее, вот это что-то как-то из области фантастики звучит, вот это мое высказывание. Мне кажется, здесь должна быть некая политическая воля, что ли, государственная воля для того, чтобы создать некие такие условия, когда люди бы именно, по крайней мере, не убегали на Запад? Ну, во-первых, сейчас процесс такого убегания на Запад активного не происходит. То есть, если раньше, я помню еще, в 90-е годы, 80-е годы, это был массовый процесс отъезда, и я потерял довольно много сильных специалистов в начале 90-х годов, то за последнее время, если кто-то уезжает, один человек из, не знаю, 5000 за пару лет, то, в общем, это все. Гораздо больше людей переходит в другие отрасли или к конкурентам, то есть это гораздо больше проблема. Поэтому сказать, что идет массовый отъезд, это не так. Теперь, если говорить про приезд к нам, ну, действительно, делаются там с Колково, по идее, это привлекает специалистов, но пока это такие штучные истории. Ну, а вообще, кому в какой стране больше нравится жить, да? То есть, действительно, здесь ничего такого не рыночного и противоестественного в том, чтобы люди ездили в разные страны и там работали, нету. Хорошо, когда кто-то ездит, потом возвращается, и возникают новые качества и новые знания. Ну, например, как произошло в Индии, когда оттуда была массовая эмиграция в Америку, в итоге, благодаря этому возникла, активнейшим образом развелась индустрия разработки, там, программирования заказного для всего мира. То есть, получается, что люди уезжают, набираются там опыта, и потом, в итоге, приезжая в страну, либо как бы как-то взаимодействуя с ней, уже, что называется, с нового места жительства, поднимают там, то есть, каким-то образом осуществляют переток знаний. Это точно так, да. Часто, кстати говоря, вот из тех моих знакомых, с которыми я общался, многие говорят, что в России сейчас интереснее даже, чем на Западе, и больше возможностей сделать деньги. То есть, может быть, больше, лучшие зарплаты, какие-то, может быть, лучшие условия. И многие даже иностранцы едут к нам. Ну, я не знаю, как в IT-секторе, но вот в финансовом секторе это наблюдается. В IT не знаю, в IT не уверен, что так. Ну, вот у вас работали какие-то топ-менеджеры в Ланите? Ну, во-первых, да. Из западных стран? Во-первых, работали. Работал у нас довольно долго один человек из Финляндии. Сейчас работает консультантом достаточно активным, такой Стив Чейз. Это он из Германии, раньше руководил в России Intel. Вообще, на самом деле, мы хорошо понимаем, что довольно много иностранцев работает в том числе в дочерних компаниях, различных западных компаний. Они, в общем-то, работают в России, надо это тоже хорошо понимать. Ну, а мы недавно, например, купили компанию одну в Канаде, в которой работают в основном, правда, бывшие россияне. И сейчас, на сегодняшний день, они работают очень активно на наших проектах. Так что, если говорить про мозги, то, ну, вот, возвращаются каким-то образом. А почему именно в Канаде, и почему вот такая экспансия уже за пределы России? С чем это связано? Ну, по-честному, это связано с тем, что просто знали того, кто продавал эту компанию. Он когда-то много-много лет работал, такой Юра Храмов, он работал много лет у меня в лаборатории. Это было лет, там, 25 назад. После этого разработал довольно интересный продукт. Тогда у меня была лаборатория экспертных систем и искусственного интеллекта. Разработал интересный продукт. Он был куплен в Японию. Его пригласили работать в Японию. Потом он уехал оттуда, в Канаду. И таким образом... Дальше создал компанию, которая продала плу. И в итоге все здесь. Георгий, предлагаю продолжить после новостей. Итак, продолжаем обсуждать бизнес системных интеграторов вместе с Георгием Генцем, президентом и владельцем группы компаний «Ланит». Георгий, ну, мы с вами закончили на том, что вы приобрели канадскую компанию. Это было примерно год назад, насколько я представляю. Называется она «Evident Point» и занимается технологиями для разработки цифрового канады. Контента. В целом вы... Вот почему именно эта компания? Мы уже говорили об этом, но с точки зрения вот не того, что вы знали кого-то, а вот именно как бы с точки зрения какой-то целесообразности для бизнеса. Что там было? Основное это все-таки то, что они делают. Понятно, что если бы мы не знали человека, то, может быть, мы бы никогда туда бы не пришли. Но, тем не менее, эта компания чрезвычайно квалифицирована. В том числе у них есть продукт для создания электронных учебников. И на сегодняшний день это крайне для нас важно, потому что мы занимаемся активным образованием. На мой взгляд, сейчас вообще произойдет некоторая революция в этом. Ну, потому что сейчас в последнее время в основном использовались компьютеры в школе для того, чтобы изучать информатику. Редко-редко для изучения каких-то еще предметов. В основном информатику. И сейчас, когда уже становится там мобильное устройство, планшеты, когда уже приходим к тому, что, скорее всего, скоро будет у каждого ученика одно устройство, то речь идет о том, чтобы использовать все-таки информационные технологии для того, чтобы изучать другие предметы. Для более эффективного и глубокого изучения математики, искусства, литературы, языков. И это будет совершенно другая история. То есть, реально, там, вот, у меня недавно рассказал мой один товарищ, которого я привлекал к этой работе. У него ребенок ходит в седьмой класс, он взвесил его портфель, и оказалось 9 килограммов. Причем там не было ничего лишнего. Ну, вот, реально, скоро этого не будет. Скоро будет айпад, грубо говоря. Ну, или любой другой планшет. Или любой другой планшет. Потому что, ну, совершенно не уверен, что будет именно это. Хотя мы очень... Хотя сам пользуюсь айпадом. Интересно, вот, уже буквально несколько дней назад у меня был в этой студии, в программе «Бизнес-класс» основатель компании Lingua Leo. Может быть, знаете, такой сервис обучения языку через интернет. Вот же и через мобильные телефоны, и через планшеты и так далее. То есть сервис интересный, потому что он как бы заставляет человека учиться. Знаете, вот английский язык, в общем, ну, не просто изучать, потому что нужно постоянно дисциплинированно подходить, если ты самостоятельно это делаешь. А тут вроде как тебе помогает какой-то сервис, который там постоянно какие-то призывает что-то сделать. И это все в такой несколько игровой форме. Вот мы как раз тоже говорили про рынок образования и про то, что действительно он онлайн, рынок онлайн образования очень существенно будет расти. Вот интересно, что и вы это подтверждаете. Действительно, наверное, это одна из самых таких, что называется, интересных тенденций, которые мы сейчас наблюдаем. Что касается другой интересной тенденции, которая называется геймификация. Хотел спросить у вас, вот, как вы к этому относитесь? Что такое геймификация? Это именно придание некому рабочему процессу некий элемент игры. Некоторый элемент, вот, ну, знаете, у нас практически третье поколение уже сейчас людей родилось, которые, в принципе, выросли на каких-то игрушках, на электронных игрушках, на компьютерных игрушках. А процесс работы, он, ну, сам по себе достаточно, в основном, довольно скучноватый. Вот, сам по себе, да, если его, вот, рассматривать отдельно. А геймификация – это новый тренд, который позволяет как-то сочетать вот этот вот игровой подход и, ну, обычную работу, например. Вот, многие говорят, что это достаточно интересный тренд, который будет преобладать уже через несколько лет. Практически половина рабочих мест, ну, это, конечно, наверное, очень оптимистичные цифры. Но, тем не менее, вот, как вы считаете, что-то в этом есть? Геймификация? Ну, на мой взгляд, все-таки, тезис о том, что работа, как правило, скучная, это, ну, для тех людей, которые не любят работу и которые не могут находить в этом интерес. Вообще-то, на мой взгляд, работа – это, пожалуй, одно из самых интересных вещей, то, что у меня в жизни было и то, чем я продолжаю заниматься. Ну, я думаю, что это все-таки не, ну, что называется, не каждый человек может так сказать, и большинство людей все-таки нет своего бизнеса, они работают наемным работником, либо какой-то бэк-офис, где, в общем, ну, не всегда есть какие-то игровые задачи, ну, или что-то можно, что-то, что можно назвать близко к игре, близко к какому-то вот эмоциональному вовлечению. Ну, все-таки, вот я был не всегда владельцем бизнеса, да, я работал сначала и о младшую ночь сотрудник, если говорить про свою работу, и мне всегда это было интересно, да, и я ездил на шабашке, тогда это все называлось, да, там, подрабатывать в настройках, и мне тоже это было интересно. То есть, на самом деле, это люди либо умеют получать удовольствие от работы, от любой, либо они не умеют. Если не умеют, то никакие игры не помогут. Не поможет. На мой взгляд, не поможет, но никак. Ну, просто вот, особенно интересно, как там будут строители развлекать, там, дорожного, вот в чем игра. Раньше были соцсоревнования, в принципе, была игра. Да, это тоже элемент игры. Да, но это никак не связано с информационными технологиями. Хорошо, понятно. У нас работает телефон прямого эфира, 495, это код города, 6510996, обсуждаем бизнес системных интеграторов в студии Георгий Генс, президент и владелец группы компаний Ланит. Мировой российский IT-рынок. Какие различия у нас есть в этих двух рынках? То есть, что-то такое происходит в мире, чего нет у нас, или наоборот, что-то у нас, может быть, есть такое, чего пока еще нет в мире, и мы здесь играем какую-то лидирующую роль. Вот, что происходит на мировом IT-рынке? Вот, я, на самом деле, ну, может быть, не скажу, не скажу даже, не назову каких-то существенных игроков на западном IT-рынке, может быть, вы подскажете, что, какие компании сейчас, вот, известные на мировом рынке. У нас, в основном, знаете, вот, в топ-5 компаний, это что? Это Microsoft, Google, то есть, это компании, скорее, вот, софтверные. Ну, никуда не делся IBM, никуда не делся Google Packard, никуда не делся, в общем, на самом деле, компания абсолютно, никуда не делся SAP, на самом деле, трудно даже перечислить, Oracle, много серьезнейших игроков, которые на слуху, ну, просто, те, кто занимается информационной технологией, могут назвать, ну, как минимум, там, 30 или 50 серьезных игроков. А SAP, это разве интегратор? Нет, нет, секундочку, если говорить про интеграторов, то тогда, сейчас, если мы про интеграторов, то другая история, конечно, это, скорее, есть таких чистых интеграторов, которые, вот, совсем чистые интеграторы, во-первых, их не так много, и из самых таких, вот, крупных компаний, их, пожалуй, нет, потому что, как правило, компания занимается, ну, если говорить про IBM, который есть довольно большой интеграционный бизнес. Мне кажется, IBM, наверное, из таких вот имен, которые на слуху, они как раз ушли в интеграцию какое-то время назад. Ну, они, тем не менее, серьезнейшие производители, они производители железа, они производители софта, они производители технологий, они производители, там, у них громадный набор патентов, и они очень много занимаются R&D. Поэтому, ну, они, нету такого, нет компании, я думаю, ни одной в мире, которую можно было бы назвать чистым системным интегратором, ну, кстати, и в России тоже нету, потому что, на самом деле, все занимаются чем-то еще. А с чего сейчас переносится фокус? Вот, мне кажется, сейчас идет некий перенос фокуса с железа на софт, то есть, ну, посмотрите, да, Google – это чисто компания, которая занимается софтом. Потом Microsoft, ну, сейчас мы не берем Xbox, мы не берем какие-то мышки, клавиатуры, Microsoft все-таки – это компания, которая делает свой бизнес на софте. Oracle – то же самое, вот, топ-5 компаний по капитализации, ну, единственное, вот, Apple, наверное, да, Apple – это первая компания по капитализации сейчас в мире, но, тем не менее, вот, мне кажется, фокус смещается в сторону программного обеспечения с железа. То есть, железо уже делать как-то не то, что не модно, но, может быть, не очень прибыльно. Ну, вот вы в конце добавили Apple, который показывает, что это не совсем так, хотя, правда, все их устройства содержат огромное количество софта. То есть, на самом деле, сказать, что iPhone – это железо, ну, сложно, да, там, или iPad – это железо, потому что это, конечно же, скорее технология, ну, в том числе, имеющая материальный носитель. То есть, конечно же, материальный носитель никуда не денется, но составляющая именно, связанная с программированием, с исследованиями, с новыми технологиями, она, конечно же, составляет все больше и больше. Если посчитать, ну, понятно, какие-нибудь новые устройства, там материалов, материальная часть составляет гораздо меньшую часть, нежели технологическая. То есть, производство уходит в Китай, а, собственно, вот, какие-то интеллектуальные технологии, патенты и так далее, все остается вот в тех странах, которые сейчас лидируют, например, в Соединенных Штатах Америки. То есть, вот такая тенденция, все железки сейчас делают китайцы. Ну, и то, на мой взгляд, это происходит потому, что там система налогообложения такова, что это просто за счет налогообложения, это выигрыш не за счет того, что там выше производительность или что-то еще, а просто за счет того, что это, ну, тот же самый Apple, если бы разместил это производство в Америке, то просто больше бы платил налогов, а вряд ли бы что-нибудь потерял бы по продуктивности. — Юрий, я вот слышал, что у вас были как раз публикации на тему НДС, а вы сторонник того, чтобы НДС был отменен, вот, можете прокомментировать, действительно ли это так, и вкратце почему, то есть, основные какие-то точки? — Ну, я считаю, что все-таки, как ни крути, последнее время, вот, Америка, это страна одна из совсем немногих, в которых нет НДС, а в которых есть налог с продаж, она развивается по-прежнему наиболее мощной державой, и если говорить про информационные технологии, то они там развиваются лучше, чем в любой другой стране. На мой взгляд, эта система, это возникает не за счет призывов, а за счет системы налогообложения. Вот, лучшая система налогообложения для производства в Китае, туда передвигается производство. Система налогообложения в Америке лучше для развития высокотехнологических отраслей. И это как раз главное, это отсутствие налога на добавленную стоимость, потому что, что, в общем-то, такое IT, да, это в основном голова, там, мозги, там, руки, время. Соответственно, облагать это максимально активно, то есть высоким социальным налогом, налогом на добавленную стоимость, на мой взгляд, неразумно, если мы хотим другого. Если мы хотим, чтобы у нас, у нас примерно там в три или в четыре раза меньше процент составляет доля IT в общем валовом продукте по сравнению с Америкой. Если мы хотим, чтобы мы получали то же самое, ну или хотя бы близко к тому же, то должна меняться система, правила. То есть, сколько ни говори про то, что надо, чтобы этого было больше, за счет чего, нужно менять правила. Тема очень интересная, но все-таки продолжим ее после новостей. Продолжаем обсуждать бизнес системных интеграторов с Георгием Генсом, президентом и владельцем группы компании «Ланит». У нас работает телефон прямого эфира, можете задать вопрос моему гостю, либо вынести какую-то тему на обсуждение. 495 – это код города и сам телефон 6510996. Основились мы на том мнении, которое высказал Георгий, что, в общем-то, НДС – это не самый лучший способ, скажем так, продвинуть интеллектуальный потенциал России. Правильно я понимаю, да? То есть, как-то, может быть, стоит его модифицировать в какой-то другой, может быть, налог или просто отменить. Вот как это сделать? С учетом того, что траты у нас все возрастают и возрастают, как у государства, все мы знаем, что военный бюджет у нас все расширяется и расширяется. Вот как сделать так, чтобы все-таки собирать не меньше денег, и в то же время это не было такой сильной нагрузкой? Ну, на мой взгляд, его надо менять, делать так же, как в Америке, менять его налог с продаж. На мой взгляд, этот налог гораздо лучше администрируется, ну, в том числе, потому что для того, чтобы НДС администрировать, он же платится каждый раз при каждом переделе. И, соответственно, на сегодняшний день, там, по оценкам, примерно половина всех бухгалтеров, которых у нас под 3 миллиона, занимаются ровно вот обслуживанием этого операции, связанных с этим налогом. Ну, да, НДС сложный, насколько я понимаю, только потому, что он как бы вот по цепочке, что называется, идет, и его очень сложно учитывать из-за этого, то есть, ну, это требует определенных навыков. Ну, не то чтобы сложно, просто многоразово, его приходится много раз учитывать, каждый передел, каждый раз посчитали. В итоге, этот, а, трудоемко, б, трудно администрируется, и главное, что это не решает задачу. Задача какая? Задача, все-таки, переходить на экономику знаний. Задача, соответственно, основана не на сырье, а на технологиях, на знаниях, на чем-то, на том, что воспроизводимо. Соответственно, для этой цели гораздо лучше перейти, например, на налог с продаж. Я не к тому, что надо там меньше собирать налогов, хотя тоже вопрос, надо ли столько собирать и накапливать, ну, условно, если бы их собирали и строили дороги, и инвестировали в инфраструктуру, было бы понятно. Но если их собирают и чуть-чуть накапливают, на мой взгляд, это вопрос такой довольно спорный. То есть, вот то количество резервов, сколько у нас, полтриллиона, да, 500 миллиардов долларов сейчас лежит, и уже давно достаточно лежит. На ваш взгляд, не стоит держать их, а может быть, имеет смысл, как в Китае, потратить, знаете, как на программу, дорогу в каждую деревню асфальтовую, или что-то похожее? Но в Китае, правда, еще больше резервов, но реально они все-таки денег тратят довольно много именно на серьезные программы. Они строят города, строят дороги, и это правильно, потому что, на самом деле, деньги, как мы хорошо понимаем, в Китае держат те деньги, которым некуда потратить. У нас держат те деньги, которые точно есть, куда потратить, и, на мой взгляд, лучше бы тратили, потому что, в общем-то, никто инфляцию не отменял, никуда она не денется. Эти деньги потихонечку тухнут. Ну, с учетом, что Америка все больше и больше выпускает, печатает, ну, условно говоря, печатает банкнот, выпускает в рамках программ количественного смягчения все больше и больше денег на рынок. В общем-то, действительно, мне кажется, что, хоть они и борются с инфляцией, как-то ее отслеживают, но, мне кажется, она практически неминуема при таких объемах. Уже третий раз запустили программу количественного смягчения, то есть, ну, по сути, все идет к тому, что рано или поздно с инфляцией придется столкнуться. Тогда все наши резервы, которые, ну, не все, конечно, но та часть, которая лежит у нас в долларах, лежит в облигациях Соединенных Штатов Америки, казначейских, она, в общем-то, будет терять свою стоимость. Ну, окей, вернемся к IT-рынку. Тренды, которые есть на IT-рынке, ну, я думаю, что их нет смысла прямо перечислять. Они все очевидны, это облачные технологии, это мобильные технологии, это, ну, вот, собственно, наверное, вот основные вещи, которых я перечислил, глобализация, то есть, все вот это вот. Что-то сейчас есть такое, на что стоит обратить особенное внимание? Ну, из того еще, про что все говорят о социальной сети и работа с большими массивами данных. Потому что, действительно, в интернете возникает все больше и больше информации, из которой все труднее извлекать пользу. А при этом, поскольку больше, если с ней правильно работать, то, в общем, информацию, пользу можно извлекать существенно. То есть, построен процесс сбора информации, но недостаточно построен процесс работы с ней. Ну, и, соответственно, очень много компаний, там, в том числе, мы занимаемся тем, чтобы эту задачу решать. То есть, это BI, Business Intelligence, правильно я понимаю? Ну, это бизнес, да, Business Intelligence, да. Обработка больших массивов информации для того, чтобы… Да, работа Big Data, да, такие, работа с большими данными, с большими объемами данных. То есть, растут объемы информации и, естественно, как бы некие новые требования предъявляются к тому, как их обрабатывать. Ну, а социальные сети, ну, мы видим, что Facebook, в общем-то, ну, очевидно, был несколько переоценен в момент своего IPO, раз он потом упал почти в два раза. Здесь, конечно, тренд есть, но вот монетизация социальных сетей, вот это вот отдельный довольно интересный момент. Научится ли их, наконец-то, монетизировать нормально? Ну, тем не менее, вы мне задали первый вопрос про поводу комментария Анатолия Карачинского, который написал просто в своем фейсбуке, в своем блоге написал комментарий, и этот комментарий начали обсуждать. В Ведомостях, в Синьюсе вы задали вопросы, мне позвонили, там, мои друзья из Канады задали вопрос, а что я на эту тему думаю? То есть, понятно, что это достаточно серьезная история, да, и революции, которые были в некоторых странах, мы хорошо понимаем, что связаны как раз с социальными сетями. Да, здесь, конечно, не поспоришь, социальные сети входят плотно-плотно, все плотнее и плотнее в нашу жизнь, и, мне кажется, сейчас уже практически у каждой компании есть специальные департаменты, которые работают, ведут страничку на фейсбуке, там, ведут страничку ВКонтакте, в Одноклассниках, как-то там пытаются общаться с клиентами. Ну, кстати, про капитализацию фейсбука, это тоже вопрос, недавно ничего не было, и вдруг там десятки миллиардов, ну, то есть, может быть, просто, если бы она стоила не там 40 миллиардов, а 10 миллиардов, это тоже было бы много. Просто почему-то кажется, что все, что, может быть, слишком дорого оценили, ну, и, может быть, будет стоить 10 миллиардов, 10 миллиардов тоже много, малороссийские компании стоят столько денег, во всяком случае, кроме Яндекса, ни одна IT-компания столько не стоит. Ну, это очевидно, да, на самом деле здесь вопрос даже в том, а вот это, как бы, эфемерное такое, то есть, это данные на серверах могут ли стоить больше, чем компании, которые, допустим, качают нефть, то есть, делают что-то, что вот можно пощупать, то, что всем нам нужно, но ответ уже получен был, могут, еще как, что называется. Хорошо, у нас работает телефон прямого эфира, 495, это Квод Города, 6510-996, в гостях у меня Георгий Генс, президент и владелец группы компаний «Ланит». Ну, группа компаний у вас, скажем так, более чем внушительная, с невероятными оборотами, четвертое место в списке крупнейших IT-компаний России за 2011 год. Вот, какие задачи вы ставите перед своим бизнесом сейчас, то есть, на чем сейчас фокус внимания? Ну, у нас он всегда был один и тот же, это решать наилучшим образом задачи своих клиентов, и при этом мы, естественно, должны быть максимально профессиональны, то есть, мы должны все знать и уметь это применять, мы должны быть чрезвычайно, и я считаю, что это наша сила, добросовестными, делать свою работу качественно и следить за тем, чтобы проекты получались, что нам, к счастью, удается, и поэтому мне, собственно, интересна моя работа. Чтобы мы могли быстро реагировать на все, что требуется для наших заказчиков, и на все, в чем прелесть информационной технологии, здесь, вот, я занимаюсь, по идее, вроде бы, 20, вот, компания 23 года, по идее, я занимаюсь одним и тем же. Ну, вот, я никогда не занимаюсь одним и тем же, потому что все время приходят новые технологии, новые подходы к бизнесу, и надо за всем этим следить и решать задачи, и нам удается решать все более и более интересные задачи у заказчика. На самом деле, на мой взгляд, информационная технология – это единственное, что позволяет повышать процесс труда, и это единственное, что приводит к прогрессу всех других отраслей. Ну, вот, у нас получается так, что сейчас, мне кажется, финансовая отрасль практически не растет, если убрать вливание в нее со стороны государства, а вот IT-отрасль растет отличными темпами, и после кризиса, в общем-то, даже практически никак не затормозило свое развитие. Поэтому, да, IT-отрасль действительно имеет значение более чем. Георгий, у вас, вот, судя по тем данным, которые есть у меня, совокупная выручка в 2011 году, 50 миллиардов рублей, как я уже говорил, четвертое место по списку крупнейших IT-компаний. Вот, насколько, как бы, рентабельный, насколько прибыльный бизнес IT-интеграции, какие направления вы бы выделили, как, скажем так, наиболее прибыльные, наиболее интересные? Ну, наиболее прибыльная, наверное, это все-таки разработка заказных систем, в основном программирование. Программирование. В основном программирование. Но проблема заключается в том, что этот бизнес как раз, там требуется больше всего людей, и, соответственно, выработка на человека наиболее низкая. Там нету никаких вспомогательных ни поставок, ничего. И при этом там требуется очень высокая квалификация, и при этом многие люди у нас до конца не понимают, что это дорого, и что за это надо много платить. Поэтому это не сильно масштабируемый бизнес. Вот у нас недавно случилась одна грустная для меня история, когда нам предложили решить чрезвычайно интересную задачу, и сказали, что вот с удовольствием хотят ее делать именно с нами, потому что мы делаем ее лучше всех. Но сказали, что вот конкретно хотели бы видеть руководителем темы такого-то человека, и предложили этот бизнес. Дальше я выяснил, что человек перегружен, и брать на себя эту задачу не может. Дальше выяснил, что я вообще никого не могу выделить для того, чтобы решать вот эту задачу. Она действительно сложная, интересная и срочная. Что вот взять сейчас выделить людей, которые бы могли решить эту задачу, я не могу. То есть проблема заключается в том, что это не сильно масштабируемый бизнес, потому что у меня довольно много людей работает в этой области. Но количество аналитиков, которые могут решать серьезные задачи, чрезвычайно ограничено. И оно ограничено не только у нас, оно ограничено у всех других тоже. Это высокая квалификация, это люди, которые должны понимать бизнес-задачи и бизнес-задачи клиента, и при этом понимать, как их решать с помощью информационной технологии, и уметь руководить коллективами, которые решат эти задачи. Таких людей, а это счетное количество, их там по фамилии многие знают, и этот бизнес наиболее рентабельный, но, соответственно, он в этом обороте составляет очень небольшую часть. А что составляет основную часть в обороте? Какие направления? Ну, наверное, дистрибуция, да? Которая, как обычно, дает большой оборот, но, собственно... И практически не дает денег, да. Практически не дает прибыль. То есть, с дистрибуцией забавная история. При условии того, что дистрибуция растет, то, как правило, она требует не то, что не дает дивидендов, там, нельзя забрать денег себе, то, наоборот, приходится все больше и больше кредитоваться и все больше инвестировать. Потому что, ну, чтобы, например, бизнес вырос на 20%, то, соответственно, и склад растет на 20%. Вот прирост склада на 20% это больше, чем можно забрать оттуда денег. То есть, это... Деньги оттуда можно будет забрать только если что-нибудь продать, а дистрибуцию никто не покупает. Либо, если, наоборот, будет какой-нибудь кризис, но в кризис можно и не продать свой склад, и тогда тоже попадешь. То есть, это крайне рискованный бизнес, но, тем не менее, мы им занимаемся уже много лет, к нему привыкли и умеем работать. Так, значит, самые маржинальные – это программисты. И, естественно, то, что я уже неоднократно слышал, требуются люди на IT-рынке. То есть, по сути, есть очень большая необходимость именно в высококачественном персонале. Это вы ощущаете, да, как крупнейшая компания в России. Мы это очень сильно ощущаем. Но и, кстати, из-за того, что зарплаты у этих людей растут, то маржинальность тоже понижается. На самом деле, если говорить про наиболее маржинальный бизнес, это скорее создание инфраструктуры с помощью сложных устройств. То есть, не знаю, если поставляешь серьезные сервера, то там все-таки пока еще есть маржа. Или там серьезная система хранения, которую далеко не все умеют поставлять, и там еще что-то есть. В других местах мало. И вынужден вас прервать. Обсуждаем эффективность IT-бизнеса в России. Продолжим после новостей. Бизнес системных антеграторов обсуждаем с Георгием Генсом, президентом и владельцем группы компаний «Ланит». Работает телефон прямого эфира 495, код города. Сам телефон 6510996. Обсуждали эффективность бизнеса. Понимаем, что необходимы высококвалифицированные кадры. Самый маржинальный и прибыльный бизнес – это программирование, но, тем не менее, он не очень сильно масштабируется, поэтому доля в его общем обороте невелика. А вообще, в целом, если брать по холдингу рентабельность, по EBITDA, можете назвать или это все-таки закрытые цифры? Это закрытые цифры. Кстати, вообще, по идее, вот что я хочу сказать, что наиболее маржинально просто те бизнесы, в которых компетенцию другим трудно достичь, то есть там, где есть какие-то уникальные знания и умения. Уникальные какие-то ниши, наиболее, что называется, наиболее сильно отличающиеся от того, чем занимаются остальные. То есть, какие-то уникальные знания. А вот у вас в холдинге какие департаменты, какие направления занимаются вот такими вот вещами? Ну, в разное время разные бизнесы являются там приносящими больше денег, меньше денег. Понятно, сейчас было такое время, когда, ну и, кстати, продолжается, когда хорошей темой является создание цодов. Понятно, заказная разработка, мы как ей занимались, так и занимаемся, и будем заниматься. Различные создания там серии крупных инфраструктурных проектов, мы их как делали, так, в общем-то, здесь и продолжаем делать. Если говорить про аутсорсинг, то этот бизнес пока не слишком большой. И у нас вообще, где проблема? Проблема заключается в том, что, вот особенно, если говорить про работу, связанную с конкурсами, очень часто предлагаются разного уровня услуги. То есть мы, когда предлагаем услугу, мы предлагаем высококачественный сервис. Очень часто бывают, ну, так называемые манекейщики, которые готовы делать все, что угодно за любые деньги, они предлагают, они говорят, мы все сделаем, да, но только ты участвуешь в конкурсе, ты сформулировал, правда, набор услуг, ты отвечаешь за то, что ты предлагаешь. И предлагается потом, предлагается другой компанией набор услуг, которые совершенно не соответствуют тому, что нужно заказчику. Дальше проводится конкурс на основании цены и выбираются абсолютно, ну, вот... То есть демпинг по цене, по сути? Демпинг по цене, причем не то, что демпинг по цене, на самом деле за ту работу, которую предлагают вот эти манекейщики, и столько-то много, и столько-то много, но просто это не то, что требуется заказчику, а сформулировать очень четко в некоторых случаях даже невозможно. Георгий, а вот такой вопрос, смотрите, у нас растет ли доля государства в качестве заказчика, то есть вот вы работаете с государственными компаниями, с крупными государственными компаниями, насколько вот за последние три года выросла доля этих заказчиков в общем обороте, по вашим ощущениям? Ну, может быть, не точную цифру, но в целом растет или нет? Я точную цифру, честно говоря, вот про них задумался, но не могу сразу ответить. Я точно знаю, что это значительный объем заказ госструктур или структур с госучастием. Ну, собственно, как мы хорошо понимаем, это существенная доля в экономике, это госструктуры и структуры, в которых государство владеет существенной долей. Соответственно, это довольно большой бизнес, но вот растет он или не растет, я в последнее время как-то не могу точно сказать. То, что это много, это точно. Ну да, мне просто почему-то вот субъективно кажется, что у нас государство становится очень таким все больше и больше, все более и более значимым игроком, то есть и все больше и больше компаний стараются работать с госструктурами и выстраивают соответствующие департаменты уже отдельные в работе с такими компаниями. То есть, ну, окей, если нет данных, значит нет данных. Нет, но то, что есть департамент, который работает с госструктурами, выделенный наверняка у всех крупных системных интеграторов, у меня даже нет сомнений. И не только у системных интеграторов, но и у таких компаний, как Microsoft, IBM и все остальные. Потому что это крупная, существенная часть бизнеса. И существенная, значимая. Надо хорошо понимать, что при этом есть 94-й федеральный закон, который приводит к тому, что при работе с государством всегда проходят аукционы либо конкурсы, практически всегда, так скажем. И, соответственно, там ожесточеннейшая конкуренция. Ну, то есть во многих случаях это бывает там... Мы в нескольких конкурсах участвовали, где было 17 участников. И где там падение цены было до точно нулевой рентабельности. Георгий, вот вопрос такой тонкий достаточно. Помните, вот у нас Андрей Макаревич недавно написал письмо Владимиру Путину по поводу откатов. Привел там такую цифру, что размер отката уже стал совершенно запредельный. И вот насколько в IT-бизнесе сейчас является... Ну, насколько, как бы, это вредит бизнесу, скажем так. Ну, во-первых, то, что написал Андрей Макаревич с точки зрения цифр, на мой взгляд, заразят до фантастики, потому что он там писал цифру, что доходит до 90%. Но это... Да, мне тоже показалось это странным. Откуда он это взял, непонятно, но, видимо... Да, немножко странная вещь, да. Хотя мы все хорошо понимаем, что, к сожалению, коррумпированность высока в нашей экономике. И сейчас нам вот... Наша компания старается, во всяком случае, выигрывать за счет компетенции, а не за счет чего-нибудь еще. И, в общем, в большинстве случаев нам это удается. Хотя в некоторых... Ну, я знаю, есть несколько заказчиков, в которых мы просто не участвуем, из-за того, что уровень коррумпированности там таков, что, ну, это уже непонятно, то ли это IT, то ли это что-нибудь еще. Хорошо. Ну, с бизнесом более-менее понятно. Георгий, ну, вы вот, наверное, один из самых успешных бизнесменов в России. По крайней мере, уж точно входите в 150 по Forbes. Скажите, пожалуйста, вот как менялось ваше мироощущение, мировоззрение в процессе, собственно, развития бизнеса, что называется, понимание, что капитализация его растет все больше и больше, соответственно, ваша личная капитализация растет. Что-то изменилось? Вот Георгий Генс сегодня и Георгий Генс 10 лет назад. Ну, во-первых, старше на 10 лет. Ну, это понятно, я имею в виду именно мироощущение. Мироощущение, я думаю, что у меня мало. Меня, ну, понятно, вот я как-то был на выпуске, там, 25 лет с нашего выпуска в университете, и обратил внимание, что люди делятся на две категории. Те люди, которых ты постоянно видишь, они все, какие были, такие и остались. И те люди, которых ты не видел много лет, это все старики и старухи. То есть просто, поэтому, поскольку я себя вижу каждый день и с собой общаюсь каждый день, то мне-то кажется, что я практически не изменился. Мне кажется, что я просто стал гораздо больше знать, ну, гораздо больше знать, да, и гораздо больше понимать процессов, которые есть в экономике, процессов, которые есть в бизнесе. Я довольно много читаю, я довольно... У меня все время, я в день общаюсь всегда с большим количеством людей, причем, к счастью, умных людей, и мне это очень приятно, и я, соответственно, становишься сам умнее и квалифицированнее. А сказать, что что-то такое вот драматически изменилось, потому, словно, с момента, когда я работал и у младшего сотрудника с зарплатой 120 рублей, сейчас, ну, как-то я к жизни относился и отношусь одинаково. Ну, знаете, вот есть тенденция, что успешные бизнесмены, например, начинают испытывать интерес к политике, вот, что-то такое, ничего из этого не произошло, да, насколько я понимаю? Ну, на мой взгляд, надо чем-то... Если чем-то занимаешься, надо заниматься профессионально. Фокусироваться и работать надо. Да, вот я профессионально занимаюсь бизнесом. Вот если бы я занимался политикой, лучше было бы сначала перестать заниматься бизнесом, а потом можно заниматься политикой. Что, наверное, было, может быть, и правильно когда-нибудь сделать. Но мне, наверное, уже не... Я этим заниматься, скорее всего, не буду. Может быть, какие-то советы тем людям, которые хотят создать собственный бизнес, либо развивают собственный бизнес, сталкиваются с какими-то проблемами, в том числе тем людям, которые делают бизнес в IT-сфере? Вот, можно сказать, какие-то, ну, скажем так, как напутствие от человека, у которого за спиной, в общем, уже существенный пройденный путь. Ну, вот я уже говорил, что главное уметь получать удовольствие от работы, причем это, ну, как можно быть в жизни счастливым, либо несчастным, одинаково, при одинаковых жизнях, так же можно либо получать удовольствие от работы, либо не получать. Вот если не получать удовольствие, точно ничего хорошего не получится. А как понимать, вот получаешь ты удовольствие или нет? Потому что иногда получаешь, иногда не очень Вот как в целом это понять? Ну, понимать это Тут нечего понимать Просто если делаешь работу с удовольствием И много времени на это тратишь Учишься И Ну как, вот люди бегают Они непонятно, кто-то бегает с удовольствием Кто-то бегает без Люди же легко понимают, кому пришлось бежать А кто делает это Вырабатывая эндорфинов огромное количество Значит, здесь то же самое В бизнесе, если ты Тебе нравится приходить на работу Ты готов работать не от забора до обеда А думать о работе Много времени, в том числе Даже когда ты не на рабочем месте Когда у тебя возникают все время какие-то новые идеи Ну вот Либо ты этим занимаешься И тебе действительно интересно и хорошо И ты тратишь много часов И много дней на эту работу постоянно Точно, что все получится Если этого не делать Не получится ничего На мой взгляд, просто Работать, работать, работать Учиться, учиться, учиться Ну вот, собственно, вся история И получать от этого удовольствие А вот если брать баланс некий Между работой и личной жизнью Знаете, бывают люди, которые Ну вот Очевидные трудоголики И практически их и семья-то не видят Вот как вы относитесь? Хорошо ли это? То есть это, с одной стороны, позволяет достигнуть какой-то эффективности Но с другой стороны получается, что Как бы некий баланс может быть не столь Не столь хорош Ну, это проблема, конечно же На самом деле Есть некоторые Ну, вот есть момент такой Что, например, может человек Получать удовольствие Ну не знаю, там, сидеть с ребенком Но сидеть с ребенком может практически кто угодно Да, кто-то может делать бизнес Вот вряд ли другой может сделать то же самое В принципе, конечно же Вот работа Трудоголик Не быть трудоголиком Нельзя достичь успеха Трудоголик Это немножко отнимание времени от семьи От друзей и от прочего Ну, к сожалению, приходит и некоторая плата В то же время, если ты на работе Работаешь с интересными людьми То, ну, в общем, это большая замена Ну, немножко у кого-то отнимается Что поделаешь? А как этот баланс поддерживать? Георгий, вот у вас есть какие-то хобби Которые, ну, что называется, святые Которые такое же место, как работа занимают Но, может быть Чуть-чуть спорта Так Семья Там Друзья Нет, у меня, в общем-то, есть сейчас Но, кстати Ситуация такая Что был период времени На протяжении примерно 10 лет Когда у меня практически ничего не было Когда я занимался Включая субботу и воскресенье Когда я мало времени уделял В семье это время тоже было Сейчас я уже более, гораздо более сбалансировал Хорошо, то есть баланс, это очень важно Итак, IT-бизнес и бизнес-системных интеграторов Мы сегодня обсуждали Георгий Генс, президент и владелец группы Ланит Был сегодня в студии со мной Георгий, большое спасибо, что пришли А сейчас, через буквально 3 минуты Будет программа «Сухой остаток» Начнется сегодня в 18.00 Тема будет следующая Спекулянты правят балом Текущая ситуация на фондовом рынке Ну, а вы слушали Георгия Вербицкого И программу «Бизнес-класс» на Финам.ФМ Делайте деньги с удовольствием До свидания Продолжение следует...